Мы продолжаем читать наставление преподобного Яна Касьяна Римлянина из 2-го тома Добротолюбия. Напомню, мы остановились на 187-м абзаце на действие благодати и смысл слова, сказанного Яном Касьяном, то, что все в нас производит благодать. С энергией мы скажем еще, но начинается разговор именно с этого. Вся беда или проблема современного человека в том, что он не читает или неправильно читает, с таким тоже я лично сталкивался, слова и наставления святых отцов. И потому он уверен, что благодать есть некий искомый дар, который он должен заработать собственными подвигами. И как бы забывается, поскольку большинство людей, между их крещением и их обращением к Богу проходит какое-то время, и они не связывают само свое обращение ко Христу, свои первые молитвы ко Христу, свои первые слезы и плач, и свои первые подвиженческие усилия. И они не связывают с тем, что когда-то 5, 10, 15, 20, 30, 40 лет назад они приняли крещение, и вот семечко, брошенное в их сердце, пустило свои корешки и стал проклевываться росток жизни, что дух, брошенный сошедшего сердца, начал животворить его существо, его естество. И это оживление благодать он и воспринимает как желание помолиться, сокрушение сердца, плача о своих грехах и стремление к подвигу. Это не он, это благодать, которая в нем проснулась. Но все эти разговоры, ну вот Яна Касьяна или мои, кому как нравится, они упираются ни во что. Они как об стенку гороха, они как сыплются в никуда, потому что у нас нет опыта. Опыт. Нет. Мы не прожили тот эпизод, тот случай, о котором я говорил в прошлый раз. Мы не прожили, вот опытом не прожили всю беспомощность своего естества. Вот, скажем, был такой подвижник, невероятный, я так считаю, невиданный, неслыханный богатырской силой. Нет, не физической, духовной. Звали его, хотя он не очень популярный, но очень известный, и слово у него, эпитет у него невеликий. Эпитет у него многострадальный. И это не Иов, это Иоанн. Малоизвестный подвижник Киево-Печорского монастыря в древности. Он 18 лет боролся с блудной страстью. Не, не так, как мы, падая и вставая, а просто борясь, не падая. Он каждый день испытывал нашествие на себе блудной похоти, телесного разжения, воспламенения всего своего естества, и не падал. Конечно, он не испытывал от этого никакого восторга от того, что он не падает, потому что он хотел просто жить как монах, а как монах жить он не мог, потому что его пылала эта страсть. Все живут, а он нет. Все нормально, никакой приступов похоти, а он не знает, куда отедневаться. Он закрыл себя в пещеру. Он ничего не мог этого добиться. Он перестал есть, перестал пить, перестал спать. Он зарыл себя в землю по грудь, чтобы хотя бы случайно не согрешить. И 18 лет он так провел в этом изнемогающем, ничего не изменилось. Там, вот вы представьте, он ничего не ест. Он не видит никаких соблазнительных и несоблазнительных картинок. Он ничего не сидит в интернете. Он не пьет ни чай, ни вино, ни кофе, да ни горячую воду. Он не ест жирное, мясное или еще что-то. Он высох, как скелет. И он молится практически по 20 часов в сутки. А никакого эффекта нет. Блуд похоть как мучила, так и мучает ее. 18 лет. И он не сдался ей. Он высох душой, так же, как телом, но он не сдался. И в конце концов, прикосновение к мощам, да то ли неизвестного святого, Моисея Угрина, благодаря чему он и стал известен, оно исцелило его. А сам Моисей Угрина ничего подобного не испытывал. Никогда в жизни. Он никогда в жизни не боролся с блудной страстью, хотя его искушали совершенно натуральные женщины. А он не испытывал ничего. Но он знал, что это только действие благодати. И этот образ Иоанна Многострадального и его подвиг говорит о том, что если мы сегодня не распаляемся похотью, то не потому, что мы целомудренны, или воздержаны, или молитвенны, а потому что Бог нас защитил. Если мы сегодня не изменяем собственным женам, то не потому, что мы верны, а потому, что благодать Божья хранит нас. Но человек-то этого не знает. Он-то думает, что это он такой верный, правильный, целомудренный, молитвенный, воздержанный. Он все это приписывает себе. Конечно, Бог может его научить. Одним движением своего дыхания, которое он просто от него отнимет. Но ведь тогда человек почувствует всю свою беспомощность, и ему будет страшно и одинок. Человеку имеется в виду. И поэтому Бог терпит самомнение каждого человека, его уверенность в том, что это он сам что-то там достиг, терпит, потому что ему жалко доказать, насколько он беспомощен. Разве что какая-то чрезмерная гордыня, вдруг встающая в этом человеке, подвигнет Бога, Бога показать ему, что он на самом деле стоит. А в большинстве случаев нет. Он эти действия проводит только с возлюбленными, с теми, в ком он уверен, в тем, кому изначально, прежде всех этих испытаний, дана несколько большая же благодать веры. И тогда он проводит подвижника через то, что человек ощущает свою беспомощность и понимает, что он ничегошеньки не может. И вот представьте себе человека, который прошел через этот опыт, описанный в прошлой беседе, и он познал, что он ничто, что он беспомощен во всем, что забери, Господь, последнее свое крошечку, своего дыхания, и человек потеряет веру, потому что ему не справиться только своими силами с таким отчаянным торжеством зла. И он держит его над бездной небытия своей всесильной рукой. Так вот этот человек пытается сказать, что, не описывая своего опыта, пытается сказать, что человек беспомощен, жалок, ничтожен и без Бога ничего сделать не может. И он пришел и говорит это людям, которые делают это каждый день. Я молюсь, я пощусь, я люблю, я могу перетерпеть, могу, да я все могу. Я очень послушный, я очень кроткий, я очень смиренный, я очень скромный. Я просто сама простота и сама скромность, вот человек так думает, они же по разную сторону опыта стоят. Одни окруженные, защищенные кольцом всесильной благодати Божьей, которые терпят их надменность, потому что оставить их, это значит обречь на страдания, которые они не вынесут, не переживут и, скорее всего, просто в отчаянии умрут. Поэтому Бог терпит, держит их за руку, как капризного ребенка, зная, что бросать его в лесу или в горах, или в супермаркете опасно, затопчут. И он терпит, а другой прошел через этот рубикон и понял, просто познал беспомощность своего существа. Вот так вот для нас не доходит опыт, который нам выражают, который до нас пытаются донести святые отцы. Мы не можем понять их, потому что мы не были в их беспомощности. Мы порой даже не знаем, что они пережили. Мы либо не хотим этого знать, либо это проходит как-то мимо нас. Мы знаем, скажем, о Силуане Афонском, какие-то его размышления любви, как-то в житие читать, ну, даже, может, и читали, но в каком-то сокращенном варианте. И то, что вся его молитва была беспомощна отогнать беса в течение трех десятков лет, хотя он молился, 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 ну, это мы еще отрефлексировали, мы никак не заметили его беспомощности, вот, не отразили, ну, да, зато вот он такой прям любит всех. Мы прочитали и раз, и два, и три, а потом говорим, ну, наверное, я хороший человек, раз меня бесы на молитве не мучают. Да ты шо? Правда, что ли? Ты такой хороший человек, что тебя не мучают бесы на молитве? Ты такой светлый и смиренный, куда, как смиреннее и светлее Силуана Афонского? Он-то, наверное, грешник окаянный, за что его бесы мучили, правда ведь? Но мы так думаем. Мы думаем же, что если там, достигнув какого-то 50-летнего возраста, вот, и не чувствуя себе движения плоти, и перестав обращать внимание на эти движения, не волнуясь естеством, не распаляясь плотью, глядя на лица молодых девушек, мы говорим, ну, в принципе, я вот уже уцеломудрился, слава Богу, конечно, что я уцеломудрился, вот, ну, как-то вот, мне твои страсти, они совершенно непонятны. Правда? Человеческое естество без благодати Божьей не сможет уцеломудриться и в 80 лет. Но это максимальный срок, который я знаю, когда человек не мог сдержать своей похоти, что мужчина, что женщина. 80 лет. И если человек испытывает тишину плоти в 50, то это только потому, что Бог его держит, потому что любит, потому что жалко, потому что нельзя ж его оставить, погибнет, или семья разрушится, или в отчаяние впадет. Пусть думает, что это он сам такой особенный, такой великий. Но вернемся к молитве. Понятно, каждому человеку, что он, ну, если он когда-нибудь молился, что он молится? Он так и говорит, я молился, и было то-то, я помолился, и было то-то. И он может так молиться долго, пока вдруг не встретит где-нибудь или не осознает сам, что его молитва не то, что его молитва совершается лишь устами. И он спрашивает, а как мне научиться молиться? Читает книги, а ему все говорят, как сговорились все, благодать Божья научила. Как это такая благодать? Ну как, объясни мне, как? А как человек объяснит как? Что значит вкладывать ум в слова молитвы, если благодать этому не научит? Как объяснить человеку, что такое собирание ума или собирание внимания, или внимания на молитве, если сама же благодать ему этого не объяснит? Как объяснить человеку, что такое сведение ума в сердце, как объяснить человеку, как пробуждается сердце в молитве, если благодать сама его этому не научит. И вот человек пытается молиться и вдруг понимает, что правда молиться, и вдруг понимает, что он не может собрать ум, он не может удержать его в словах молитвы, он не знает, почему сердце его каменное и как его разбивать, но постепенно кто-то его этому учит, что сам он, да он понятия об этом не имел 5, 15, 30 лет, когда просто по молитвослову или по псалтыре читал какие-то молитвенные слова, он знать не знал о том, что такое молитва, пока сам Бог не стал его учить, и никто кроме Бога не может расшевелить сердце, показать, как оно из каменного становится плотяным, никто кроме Бога не может свести ум в сердце человека и молиться в этом сердце, никто кроме Бога не может научить ум стоять как бодрственный сторож в собственном сердце, чтобы отсеивать оттуда все входящие какие-то прихоти, похоти, страсти, помыслы и так далее, да помыслов даже заметить человек не может, если не благодать его, благодать Божья его этому научит, все кругом делается благодатью, но понимает этот человек тот, кто начинает делать именно то, чем говорят ему святые, для того, чтобы быть статистом, для этого и для этого нужна благодать, просто почему мы пришли в храм, почему мы стоим на службе продолжающихся целых полтора часа и не убегаем с нее, мы сами это, но если мы вспомним первые минуты наши в храм, как нам хотелось убежать и мы не убежали, жаль, значит это мы сами преодолели, ну многие думают так, но если Бог оставит человек, то он поймет, что он не может находиться в храме и пяти минут, его выдавливает оттуда сила, ему хочется сбежать, ему делается плохо, дурно, болят ноги, печень, почки, позвоночник, голова, он задыхается, он не может ничего сделать, сказать, подумать, помолиться, он ненавидит все, что здесь находится, выбегает из храма, как на свежий воздух, фух, как хорошо стало, вышел, выдавил, ну я же там стоял, они же там стоят, что же их там держит, как впервые когда-то на ночную службу попал мой отец и не мог простоять там получаса и возвращался всякий раз в храм, только потому, что мысль приходила, ну бабушки 80 лет там стоят, почему же я не могу и возвращался вновь и вновь и вновь уходил и вновь возвращался, пока не понял, что сила Божья их держит там, ибо человек не может вынести, старый человек не может вынести ночного богослужения в битком набитом храме в течение пяти часов и сохранять при этом бодрость тела, бодрость души, благоговение, любовь и молитву. Все это Бог дает. И вся жизнь человека с момента его прихода в храм, она и наполнена тем, чтобы человек всеми теми сложностями, препятствиями, книгами, размышлениями, откровениями, чтобы человек понял, что все, что он делает, доброго и хорошего, всякая избыточествующая сила, крепость, разумность, все это не он, все это благодать, которая с ним. И Ян Касьян в 187-м абзаце фиксирует и говорит, что есть причина, вполне рационально определяемая, верифицируемая причина, которая не дает человеку достичь ничего и не даст никогда. Во-первых, это искушение от бесов. Враги наши неизмеримо сильнее нас. Нет, слово неизмеримо не подходит. Это почти бесконечная разница между их мощью, даже не столько мощью, их непереносимой человеческим естеством ненависти к человеку. Если бы, а такие случаи бывали, если бы человек встретился с бесом лицом к лицу, он бы умер мгновенно, потому что ненависть, с которой бесы воспринимают человека, она бы просто его сожгла. Он не причинил бы зла человеку, он просто бы стоял, но покров Божий убрал бы все покрывало с беса, обнажив его таким, каким он есть, и человек бы умер от непереносимого ужаса, который бы его обуял. Ну, святые видят бесов и хоть бы что. Не потому, что бес бесстрашен для подвижника, а потому что благодать Божья покрывает подвижника и защищает его от ненависти. Поэтому так легкомысленно порой относимся к ним, мы же не знаем. Вот иногда мне говорят, я даже за бесов молюсь. Да, если мы воспринимаем их как несчастных созданий, страдающих где-то там без неада, можно и пожалеть, ну как, жалеем же мы людей, несчастных, страждущих. Но если бы мы встретились с бесом лицом к лицу, у нас был бы только ужас, и от встречи оставался бы только ужас, невыразимый ужас. Но если мы пережили эту встречу с ужасом, то только потому, что благодать Божья открыла только нечто нам, а не сам его страшнейший лик, и покрыло нас, чтобы мы выжили. Второе, это склонность к пороку. Каждый знает, что по естеству мы склонны к пороку, что нам зло делать легче, чем добро. Если вдруг наше естество меняется, и мы делаемся вдруг склонными к добру, ну явно тут без Бога не обошлось. Если алкоголик трезвится, если блудник целомудрится, если жадина раздает, а сребролюбец жертвует, то явно не без Божьей милости, ибо по логике человек склонен к плохим поступкам, а не хорошим. Третье, это неведение. Ведь на самом деле мы не знаем подлинного добра. Мы много знаем о зле, а о подлинном добре не знаем. Мы же не знаем о смирении. Агния Барто, да или даже Достоевский, о нем ничего не говорят. Мы же не знаем, что такое кротость, подлинная кротость. О ней никто из наших писателей, сказочников, поэтов не пишет. Как бы мы вожделели это, если бы не знали, чего вожделеем. Но Бог открывает нам красоту смирения, кротости подлинной, а не книжной любви. И мы вожделеем это, а иначе бы мы просто бы и не знали, что такое смирение и кротость. И последняя вещь, которая мешает нам делать то, что нужно бы делать, это наше непостоянство. Мы творение. Мы зависим от перепада погоды, температуры тела, болезни, условий на работе. Мы не способны сохранять долговременность ни в чем. Если мы храним браки, если мы по-прежнему любим наших детей, если мы можем работать на работе в невыносимых условиях и невыносимом коллективе, если мы можем верить в Бога и ходить в храм из недели в неделю уже много лет, то это явно только потому, что Бог дает нам твердость, ибо Он непоколебим, а мы непостоянны. Если что-то в нас постоянное, то явно это Бог с нами сделал.